Книга Тихона 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 веке. Расчет был гениально прост. Любой воцерковленный православный уж точно знает этот текст наизусть. С полшестого до десяти часов утра ни у кого из пришедших в монастырь с символом веры проблем не возникало. А вот после десяти из Пскова поехал первый туристический автобус. Само собой, никто из советских туристов экзамена Аввакума выдержать не мог. Это советские времена, надо отметить. Все только ругались да угрожали, стоя перед наглухо закрытыми воротами. Но для старого солдата отца Аввакума, закончившего войну под Будапештом, эти угрозы были просто смешны. Подъехал еще автобус, следом подоспели интуристы. К полудню у ворот обители собралась огромная разгоряченная толпа. Ее-то и увидел из окна своей Черной Волги, приехавшей в монастырь на обед к отцу-наместнику, главный псковский надзиратель над всей церковной жизнью, уполномоченный по делам религии по Псковской области Николай Александрович Юдин. В монастыре фамилию полномоченного все подчеркнуто произносили как Иудин. И не потому, что этот уполномоченный был хуже других, просто любой надзиратель за церковной жизнью сам по себе являлся символом внешнего порабощения церкви. Справедливости ради надо сказать, что Николай Александрович был довольно добродушным человеком, много лет проработавшим в органах, но не ожесточившимся от избытка власти. Тем не менее, он был полноправным хозяином и вершителем судеб всех проходящих по его ведомству священнослужителей. Любого священника он мог по личному усмотрению лишить так называемой регистрации, и тот уже не имел права служить в храме. И это лишь самое малое. Неприязнь уполномоченного совершенно спокойно могла кончиться для батюшки набором всех тех неприятностей, которые имел возможность обеспечить этот кадровый сотрудник КГБ тому, кого бы посчитал опасным для советского строя. Поэтому все настоятели, не говоря уже о простых батюшках, являлись в кабинет уполномоченного по первому вызову. Все, кроме наместника архимандрита Гавриила. Он был единственным, кому, если надо было решить какой-то вопрос, Юдин приезжал сам. Почему так происходило? Думаю, что наместник смог себя так поставить. Еще отец Гавриил был сильный и независимый наместник. И очень жестокий. Если уж чего решал, то всего этого добивался. Правда, некоторые ядовито предполагали, что уполномоченный Юдин ездит в монастырь на ковер, потому что у наместника звание выше. Но это были просто злые языки. Хотя понятно, что в те времена наместники и настоятели не могли не иметь взаимоотношений с представителями государственной власти. Увидев вопиющий непорядок в своем хозяйстве, Николай Александрович Юдин сразу вышел из машины. Быстро во всем разобравшись, он решительно пробрался сквозь толпу к воротам и грозно заработал кулаком по старинным окованным железом дубовым доскам. «Кто там? А ну-ка открывай сейчас же». «Читай символ веры», раздался из-за ворот грозный глаз монаха Аввакума. «Что?» – не поверил своему ушам уполномоченный. «Какой еще символ веры? Открой, тебе говорят». «Читай символ веры». Все так же непреклонно донеслось с той стороны. У Николая Александровича от возмущения перехватило дыхание. «Да ты кто такой? Ты что себя позволяешь? Я уполномоченный, я Юдин. Открывай сейчас же или пожалеешь». «Читай символ веры». Этот возвышенный диалог продолжался минут десять. Наконец, взглянув на часы, уполномоченный сдался. «Открой, прошу тебя, я уже целых четверть часа к вашему наместнику опоздал. Представляешь, как он меня сейчас встретит». За воротами повисла пауза. Видимо, отец Аввакум ясно представил себе, что ждет этого несчастного. «Да, тебе не поздоровится», – с пониманием вздохнул он. Но тут же несгибаемо повторил. «Читай символ веры». «Да не знаю я этот ваш символ», – взмолился уполномоченный. «Что хоть это такое?» – отец Аввакум снова крепко задумался и, наконец, принял решение. «Ну ладно, так и быть, повторяй за мной». И из-за ворот донеслись древние величественные слова Никео-Цареградского символа веры. «Верую», – возгласил Аввакум. «Верую», – затравлено озираясь на туристов, – выдавил из себя уполномоченный. «Во единого Бога Отца», – торжественно продолжал Аввакум. «Во единого Бога Отца», – обреченно повторил Юдин. «Все держителя, все держителя, творца небу и земли, творца небу и земли». После того, как уполномоченный Совета по делам религии по Псковской области всенародно засвидетельствовал последний догмат, заключенный в великой молитве «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Аминь. Ворота приоткрылись и пропустили чиновникам в монастырский двор. Испепелив взглядом своего инквизитора, выргавшись сквозь зубы, уполномоченный бросился к настоятельскому корпусу, где его в весьма раздраженном состоянии духа встретил отец-наместник. «Что это вы, Николай Александрович, опаздывать решили? Я уже полчаса вас поджидаю», – недовольно укорил он гостя. «Да что обо мне», – кинулся в атаку уполномоченный. «Это у вас не весь что творится. Поставили психически больного на ворота. Никого не пускает, требует от всех читать какой-то символ веры. Там на площади автобуса туристы, иностранцы. Представляете, какой скандал сейчас начнется». Тот и на местик заволновался. Он немедля послал отца эконома разбираться и навести порядок, а вакуума сейчас же доставить наместнический кабинет для расправы. Когда вакуум вошел в обеденную залу, уполномоченный усилиями отца-наместника, а также с помощью обильных язв и французского коньяка, был несколько успокоен. Увидев сторожа, отец-наместник гневно привстал в креслах. «Ты что там устроил? Без благословения! Самочин на порядки свои в монастыре наводишь!» А вот самочине – это действительно тяжкий грех для монаха. Отец-наместник был здесь совершенно прав. И авакуум мгновенно этот свой грех осознал. Он решительно шагнул к столу и бросился гавриилу в ноги. «Виноват! Прости, отец-наместник!» «Убирайся вон, самочинник!» – загремел над ним наместник и даже отпихнул авакуума сапогом. Уполномоченный мстительно торжествовал. Когда он уехал, наместник снова потребовал к себе авакуума. Тот, лишь войдя, сразу повалился в ноги. Но отец-наместник вызвал его совсем не для выговоров. «Ладно, молодец! Вот на, бери!» – добродушно проговорил отец Гавриил и сунул авакууму бутылку Наполеона. В тот вечер авакуума еще несколько старых монахов, бывших солдат, с удовольствием опробовали, что такое знаменитый наместнический коньяк. Вот в таком рассказике высвечивается жизнь церкви, жизнь монастыря в советский период, советские годы. Я думаю, что сейчас не особо что изменилось. Ну, может быть, какие-то детали изменились, но в целом вот эти внутренние взаимоотношения, в них есть и какая-то истинность, какая-то правота, правда. Ну, есть и своя неправда, свои неправды. Но это как другой мир для того, кто действительно живет в миру, а не за стенами монастыря. Вот в целом книга наполнена такими рассказиками, даже щипательными, и даже, может быть, кажется, что они излишне литературные, но тем не менее они трогают душу любого простого русского человека. Я рекомендую эту книгу «Несвятые святые» и другие рассказы Архимандрита Тихона. Вот другая книга уже этого года, та была 2011-2015 года, «С Божьей помощью возможно все». Это несколько другая книга, она интересна будет для тех, кто прочел «Несвятые святые», тем, что более открыто представляет личность автора. Кто он сам таков, уже не в статусе монаха, когда он писал эти рассказики или когда он просто вспоминал о своей молодости, а уже известного настоятеля Архимандрита, наместника Московского-Сретенского Ставропегального монастыря. Эта книга непроста для понимания, хотя написана тоже очень просто, она состоит из интервью разных лет, одни 2008 года до примерно 2013-2014 года. В основном они посвящены как раз вопросам, которые задают читатели или журналисты по поводу книги «Несвятые святые» и по поводу фильма, который был более ранний, в 2008 году, «Гибель империи. Византийский урок». Есть ответы и на другие вопросы, некоторые я прочту. Вот слова Архимандрита Тихона. «Для меня Россия, безусловно, не только мыслится как империя, но и не может не быть империей. В первую очередь это означает, что Россия как империя призвана свободно обустраивать ту огромную территорию, которая ей дана Богом, управлять ею, а также сохраняться, заботиться и иметь справедливое и доброе попечение о благе тех народов, которые промыслом Божиим вместе с русскими составляют единую семью этой империи. Если имперскость в России разрушится, то разрушится и сама страна. У меня в этом нет никаких сомнений». Ну, вот здесь есть и правота, и неправота. Неправота в том, что современная Россия, конечно, никакая не империя, и Советский Союз империи не был. Но вот в беседе с Александром Прохановым, как раз вот писатель Проханов повторяет свои вот эти безумные фантазии о том, что в России было пять имперских периодов, в том числе Четвертая Красная, Сталинская империя, Пятая сегодняшняя. И Сталинская империя не была империей, это была антиимперия. И современная российская государственность к империи совершенно не имеет никакого отношения. Это еще больше антиимперия, это даже и не государство. Вот поэтому есть правота, есть неправота. Имперская сущность российской государственности, безусловно, присутствует. Но она присутствует вопреки политическим режимам, как красному советскому, так и постсоветскому либеральному. К сожалению, русское общество всегда страдало той болезнью, о которой сказал еще Пушкин. Мы ленивые, нелюбопытные, поэтому слишком поздно, иногда спохватываемся, слишком надеемся на русский авось, который, по правде говоря, так часто нас спасал и выводил из самых безвыходных ситуаций. С другой стороны, все мы понимаем, что рано или поздно этот авось может и не сработать, как он не сработал в Константинополе. Это как раз вот по поводу фильма о Византии. В Псалтире есть слова «даст тебе Господь по сердцу твоему». Вот когда сердце человеческое или сердце народа что-то очень сильно восхочет, то Господь дает это. Таков духовный закон. Это может быть нечто доброе, но может быть и злое. Тогда Господь попускает и зло, если оно так желанно человеческим сердцам, его свободной волей, над которой не властен даже Господь Бог. То, что произошло у нас в 17-м году, было последствием темных, но настойчивых желаний огромного количества сердец в России. Вот здесь я считаю полная неправда. В 17-м году состоялся государственный переворот, который вовсе не желало никакое большинство и никакая там темная масса не желала уничтожения страны, в которой жили люди. Также и в 91-м году, кстати, желали одного, а получилось совершенно другое. Желали устранить одно, а устранили другое. Желали устранить коммунистический диктат в 91-м году, а устранили государственность. В 17-м году вообще никто ничего такого не желал. Группка продажных генералов и деятельных Государственной Думы совершили госпереворот. А потом уже все поехало само по себе. И гражданская война просто было следствием террористических действий тех, кого тоже использовали эти мятежники. Большевики и Временное правительство, они же сотрудничали. Но это сейчас уже не секрет, довольно известно. Рядом сидели Петроградский совет и Временное правительство бегали друг к другу, консультировались обо всем. Вот по поводу монархии, мысль архимандрита Тихона. Мы можем считать, что монархия это заветная мечта России, пусть далеко не все ее разделяют, но по всей видимости это как раз из области того чуда, о котором мы говорили. Россия должна укрепляться как империя, но как и когда это будет воплощено, вопрос уже другой. Но, к сожалению, большинство монархистов, большинство священников даже и не понимает, как же это все-таки может воплотиться, не может себе представить этого. И мечта остается такой розовой мечтой, не переходя в плоскость современной политической, общественно-политической мысли. Как все это может произойти? Если мы хотим действительно, чтобы это произошло, я имею в виду монархистов, то мы должны видеть этот путь и по нему продвигаться. Я предлагаю этот путь, и я считаю, что путь через русский национализм, через национальную диктатуру, это действительно путь к монархии, путь к империи, путь к восстановлению России, ее прежнем историческом статусе. Большинство монархистических организаций не хотят этого признавать, поэтому не участвуют в русском движении. Я уже не говорю о священстве, которое все поражено вот этим подчинением своей собственной иерархии. Боится высказывать свои собственные мысли. А мысли должны быть таковы. Ну, какая же русская православная церковь без монархии? Это не пойми что, просто не пойми что. Так и остается вот с момента уничтожения монархии в феврале 17-го года русская православная церковь, для меня лично изучавшего этот вопрос, остается тем, что можно назвать не пойми что, не пойми что. Пока нет монархии, с церковью вообще большие проблемы. Но я думаю, что большинство священников так не считает и думает, что их миссия совсем в другом, не в восстановлении монархии. Архимандрит Тихон пишет, когда казалось, что страны больше не существует, вдруг выдвигаются силы, силы, которые, паче всякого чаяния, начинают идти в правильном историческом направлении по пути, который выводит Россию из краха и из заблуждения. Ну вот вопрос к сегодняшнему дню. А сегодня действительно выдвинулись такие люди, которые вывели страну из заблуждения? Ну это интервью 2008 года, можно сказать, за 7 лет что-то изменилось, за 7 лет что-то изменилось. Есть вот этот выход в правильном историческом направлении? Выход из заблуждения есть? Нету его? Нету. Архимандрит Тихон причастен к нынешней государственной иерархии, вхож в нее и там любим, и сам в общем не прочь вписываться в эту иерархию, пусть и неформально, как церковный деятель, тем не менее вопрос к нему. Вот за 7 прошедших лет, с момента, когда вышел его фильм, что-то изменилось, вот в направлении, которое он ожидал. Я очень сомневаюсь, что он сможет ответить на этот вопрос честно, и скорее всего предпочтет не отвечать, потому что все его ожидания не оправдались. Вот в тот момент я точно знал, что они не оправдаются, потому что и в самом фильме «Византийский урок» тоже есть ошибки, есть несообразности, они, может быть, не всем были видны. Я имею в виду, конечно, не либералов, либеральная критика вся, в общем, безосновательная и даже неинтересно о ней говорить. Хотя вот здесь, в книге, в своих интервью, Архимандрит Тихон дает ответы тем, кто хотел как-то этот фильм раскритиковать, в том числе с исторической точки зрения, критика неосновательная. Архимандрит Тихон пишет, возможно, следовало бы отвечать не только на вопрос, почему произошел крах империи, имеется в виду византийской, но и почему империя смогла так долго просуществовать, более тысячи лет, и быть продолжением Римской империи. То есть, в общем-то, это было продолжение истории. Россия, потом подхватив упавшее знамя Византии, подхватив историческую миссию Византии, продолжила историю. И вот до сегодняшнего дня продолжателем истории с незапамятных времен, с античности, является только Россия. Другие государства не продолжают, не продолжают вот то человечество, которое сложилось еще в период античности и даже, может быть, более ранний период. И если Россия падет, то человечество падет. Вот в чем проблема. Действительно, и Российская империя тоже просуществовала 300 лет формально, как империя государственности российской, более тысячи лет. И мы можем продолжить эту историю, только вот не знаем как. Почему не знаем? Да потому что подавляющее большинство, даже тех, кто обязан был бы знать, вот как Архимандрит Тихон, не знают, как продолжать русскую историю. Я смею считать, что я знаю. Я смею считать, что я знаю, и писал об этом неоднократно. И поэтому смею анализировать высказывания людей, которые на порядок известнее, чем я. И, скажем, совокупный тираж всех моих книг, он не составляет и десятой доли от тиража книги «Не святые святые». Поэтому Архимандрит Тихон, конечно, куда более известный человек, куда более влиятельный, чем я. Но жаль, что он не знает того, куда должна двигаться Россия. Может быть, ему и не позволили бы стать известным человеком и выпустить книгу таким тиражом, если бы он знал и если бы проповедовал это знание. Фильм, который снял Архимандрит Тихон, как он пишет, призван обратить внимание на необычайную жизнестойкость этого удивительного государства, на глубинные причины его надлома и гибели, а вовсе не является неким восхвалением. Ну, также, в общем-то, и о России, и о Русской Церкви надо говорить. Без восхваления. Без восхваления и тогда, может быть, истина проще откроется. При наличии элементарной политической воли, крестоносную ватагу под Константинополем ждал бы печальный, но заслуженный конец. Это признавали сами западные рыцари. Причина падения огромного города заключалась в моральном разложении центральной власти, не без прямого влияния Запада. Вот тут бы можно было и сказать ровно точно так же, как происходит у нас сейчас. А вот главная ошибка, она заключается в том, что Архимандрит Тихон не видит русской России, не видит русской сущности Российской империи, не видит русской сущности русского же православия. Он пишет так. В данном случае аналогии с Россией не являются столь прямыми. Византия, в отличие от России, была классическим примером политической нации. Это, конечно, важно. Говорить об этническом единстве ромеев не приходится, так как это была смесь очень многих народов. Это неправда. Это неправда. Потому что столетия превращают в один народ те разрозненные племена, которые вдруг начинают почему-то по какой-то исторической случайности жить вместе. Поэтому ромеи, конечно, были единым этносом. В этом нет никаких сомнений. Критериями, объединяющими византийскую политическую нацию, были государство, греческий язык, православие и образ жизни. Сила Византии состояла в ее способности воспитывать попавшую в ее орбиту народы. Однако в XIII и особенно в XIV веке среди интеллектуальной элиты Византии появилась тенденция к этническому обособлению, к попытке замены универсального понятия ромей, римлянин, этнокультурным понятием эллин. Носители идеологии эллинства быстро скатились к неоязычеству, к отвержению основ христианства, к отрицанию универсалистского государства. Вот это представляется как некий урок, и, видимо, Архимандрит Тихон считает, что мы должны стать политической нацией в смысле россиянства. Так этого не будет никогда. Либо у нас будет русская нация, куда вход будет открыт через русский менталитет, через уважение к русской истории и культуре представителям любых народов, либо мы не станем нацией вообще никогда. То, что сейчас я прочел, говорит о том, что ромей, римлянин, якобы это было не этническое понятие, что в этом не было никакой этничности. Было. Было. Римлянин – это римлянин, а римский гражданин – это совсем другое. Российский гражданин – это одно, а русский – это сверхгражданин. И там родство с русским народом является ключевым. Если это не совместится вместе, этничность, более точно, я бы сказал, родство с государственностью, тогда не будет никакого российского государства, не будет никакой имперской миссии, потому что не будет имперского ядра, не будет ведущей нации, которая в этом имперском ядре формирует главное направление деятельности государства, и не будет того центра, к которому можно было бы притягивать другие народы. Вот этого ничего не будет, если не будет русского национального государства. Я думаю, что вот это увлечение имперскостью носит очень извращенный характер, как у Проханова, который является собеседником, может быть, даже другом архимандрита Тихона, по крайней мере, они с ним вместе в одном изборском клубе обретаются. Их представления об империи совершенно извращены. Они считают, что империя – это интернационал. Ничего подобного. Империя, наоборот, противостоит интернационалу самым радикальным способом. Это полное отрицание всякого интернационала. Да, здесь есть единство в служении, но в служении тем идеям, которые сформированы одной нацией. И римляне – это те, кто представляли римскую идею, идею одного народа, а не какого-то интернационала, не какие-то сверхнародные идеи, которые непонятно каким образом возникли. Только один народ делает империю. Римляне сделали римскую империю, русские сделали русскую, российскую империю. И никак по-другому быть не может. Не будет русской государственности, не будут русские государства, образующим народом, в том числе и в правовом отношении. Не будет не только империи, не будет самого государства. Как сейчас уже Российская Федерация – это не государство, это не суверенное государство. Это только макет государства. Есть какие-то институты, которые имитируют государственность. Реальной государственности, реального суверенитета в Российской Федерации нет. Поэтому об империи говорить не приходится. Дайте сначала государство восстановить. Прежде всего, национальное государство русских, из которого уже может развиться имперская идея. В книге много интересных, как и спорных высказанных. И вот одно из позитивных, с моей точки зрения, высказываний. В фильме, о котором мы говорим, рассказали, каким был миллионник, город с миллионным населением, Константинополь. Вместе с окрестностями, с огромными перспективами, водопроводами, канализацией, которую сейчас откапывают, она до сих пор работает. Лифты гидравлические, девятиэтажные дома, чистейший, прекраснейший город. И, например, Париж, в котором в 12 веке жило 20 тысяч человек. Да и того меньше. Самый большой город был, говорят, Регенсбург. Чуть больше 25-26 тысяч. А эти городишки маленькие и единственным сантехническим запретением западноевропейцам были башмаки на толстой подошве, чтобы в грязь не вляпаться. Вот и все. Ни о какой идеализации Византии здесь речи нет, хотя и говорят об идеализации. Продали все, начиная от самого низшего, экономический потенциал, идеологию, территории, политику. Не сумели решить демографический вопрос из-за страшной надменности греков. А потом отдали, и самое главное, веру. Два последних константинопольских патриарха были униатами, к сожалению. Запад был действительно в страшном варварстве до 1204 года, год, когда крестоносцы захватили Константинополь и разграбили его. Ни о каком сравнении с Византией, даже уже пришедший в упадок и речи быть не могло. Они захватили город, часть империи. 50 лет несметные богатства вывозились оттуда на запад. Но надо сказать правду, что они сначала свозились оттуда, с запада, в том числе и из Рима, который тогда тоже пришел в упадок. В Константинополь свозились все эти ценности. Потом, конечно, перевозились обратно. Константинополь был центром, куда действительно перевозились похищенные отовсюду ценности. А потом они были разграблены и, конечно, не вернулись к своим прежним хозяевам на свои прежние места. Но такая уж история Запада. Такая уж история. Хотя и Константинополь не безгрешен в своей изначальной истории. Ну а уж Запад, который разграбил эту, можно сказать, зеницу своей цивилизации или мировой цивилизации, скорее правильней будет так, он уж не безгрешен и до сих пор. Потому что грабеж цивилизаций, других цивилизаций, которые чем-то не приглянулись Западу, является нормой. И разграбление России сейчас с помощью Запада очень напоминает разграбление Константинополя. При попустительстве на недействующих властей. Вот это должно было бы читаться самим автором фильма о византийском уроке. Пока все жители Византийской империи считали себя рамиями, среди них царило единство. И сила была на их стороне. Последующий раскол общества на нации привел к катастрофе. Империя распалась, потеряв окраины и провинции. Нельзя допустить, чтобы такое произошло с Россией. С Россией это уже произошло. И благодаря советскому режиму в Российской империи было почетно служить белому царю. И все народы тянулись к русскому. Потому что русские были лидерами. Во всем были лидерами. В науке, в культуре, в хозяйстве лидерами были во всем. А советский строй всех низвел до общего уровня. И поэтому полезли все эти этнические мифы, которые сформировали этническое самосознание. И вот эти этносы, которые раньше и не знали о том, что они, этносы, разодрали страну на куски. Ровно то же самое сейчас происходит в Российской Федерации. Русским не просто не дают быть лидерами. Русских унижают всячески. Россия, Российская Федерация, не русское государство. Антирусское, русофобское. С русофобской оккупационной властью. Вот в чем проблема. Поэтому дело не в том, чтобы мы там не допустить, чтобы произошло вот это с Россией. Чтобы она распалась. Она уже распалась, прежде всего, в сознании тех людей, которые правят нашим государством. Они уже расчленили ее и уничтожили уже в своих мыслях, в своих мечтах русский народ. Поэтому этим и занимаются. А чем должны заниматься мы? Мы тоже должны о чем-то мечтать. Должны мечтать о выживании, о спасении русского народа. О формировании русского национального государства. О том, чтобы избавиться от власти, которая делает нашу страну несуверенной, зависимой от чужих интересов. Ну, здесь мне понравились мысли о том, что нужна цензура. Я вот с этим совершенно согласен. Но, к сожалению, тоже тут мысль не вполне доведенная до конца. Потому что, помимо запрета пропаганды, порнографии, педофилии и религиозной ненависти, здесь же говорится о расовой ненности и тому подобное. И это очень легко могут использовать те, кто сейчас борется против русского народа. Это якобы мы все экстремисты, все патриоты российской государственности, российской империи, русского народа. Все это экстремисты. Вот это все можно от цензуры и запретить. На самом деле антирусские, все антирусские высказания действительно должны стать поцензурными, а лица их допускающие должны сидеть в тюрьме. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Но совсем не так прямо отец Тихон сказал об этом. Я добавлю, что с отцом Тихоном я был некоторое время знаком, и он мне был очень симпатичен, когда еще только начинал выпускаться журнал «Русский дом». Мы с ним вместе входили в редакционный совет этого журнала и не раз обсуждали с ним вместе будущие выпуски. Но потом как-то отец Тихон больше занялся другими вопросами. Все-таки тяжело быть одновременно и настоятелем монастыря, и руководителем сельскохозяйственного предприятия. Целый колхоз работает, огромное овощеводческое хозяйство, им руководит отец Тихон. Еще и издательство, издавать книги, которые действительно имеют большие тиражи, очень полезны для православной общественности. И еще вот журналом «Русский дом» заниматься слишком – это много для одного человека. Ну вот, видимо, первое, чем перестал заниматься, ну, по крайней мере, в те годы, когда я знал отца Тихона, это была редакционная работа в «Русском доме». Ну вот тогда отец Тихон мне был очень симпатичен, но он был, и я был тоже помоложе, он был существенно помоложе. Вот этот высокий общественный статус, видимо, не очень хорошо сказывается на характере человека. И я вот вижу, что некое лукавство в тех высказываниях, которые отец Тихон допускает в своих интервью, присутствует уже. А вот в те годы мне он казался очень искренним и открытым человеком. Сейчас он, видимо, таковым и остается, но самоцензура, которую он допускает в своих высказываниях, о многом говорит. Он хочет сделать много полезного, но самое полезное – это все-таки правда. Это все-таки правда. Говорить правду очень тяжело, очень тяжело, когда есть что терять. Не только самому, не только в своей личной судьбе, но и в судьбе тех людей, которые от тебя зависят. Ну, конечно, если сейчас представить, что отец Тихон лишится всех своих полномочий, всех своих постов, это нанесет тяжелый урон многим людям, многим очень достойным людям, делающим очень достойные дела. Тем не менее, слово правды кто-то должен говорить. Ну, пусть не отец Тихон, может быть, я попытаюсь за него что-то договорить. Может быть, он так и думает, как думаю и я, просто не может об этом сказать. Столь прямо, как говорю я, лишенный всех возможностей влиять на государственность, на государственную службу, имеющий только силу слова. Вот, все, чем располагаю, чем богаты. Ну, наверное, уже хватит на одну книгу. Здесь есть еще много интересных высказываний, спорных и бесспорных. Вот, дружба с Михалковым тоже меня здесь, и какие-то добрые слова о Федоре Бондарчуке в качестве каких-то таких выдающихся людей меня очень смущает. Хотя, как представители киноискусства Тихон Шевкунов их не хвалит, но вот какое-то приятельское отношение с ними очень меня как-то настораживает, напрягает. По поводу коммунистической идеологии все очень правильно было сказано, и Путин за Тихоном Шевкуновым повторил. Вот буквально один в один я увидел однажды о том, что большевики обещали всем многое и просто обманули, вот то же самое буквально один в один сказал и Путин. Видимо, он иногда встречается с Тихоном Шевкуновым, которого считают его духовником, и иногда повторяет его высказывания. Но от этого ничего не меняется, ведь мало ли что Путин говорит. Он уже в такого концертного, театрального деятеля превратился давно, поэтому его слова не стоят ничего. Политика как была при Ельцине, так и осталась. Ельцинизм, ультралиберализм – это основа политики Путина. Ничего другого просто не было. Ну да, вот как раз я нашел земля крестьянам, власть народу, фабрики рабочим, мир народом. И сделали все наоборот. Совершенно ясно, что обманули. Но на это потянулись сердца людей. Ну вот зря они потянулись, ни в ту сторону не потянулись, ни к тем они потянулись. Очень неприятно мне высказывание Тихона Шевкунова по поводу Николая Второго, которого вот якобы народ хотел казнить. Якобы вот Николай Второй так надоел народу, что созрели такие настроения, и вот этим Архимандрит Тихон объясняет произошедшую революцию. Это все было совершенно не так. Все было совершенно не так. Потому что в истории есть много исторических случайностей, которые потом ничем не компенсируешь. И вот это случайное помутнение не во всем народе, а только в его части привело к тяжелейшим последствиям. Третья книга это «Битва за Донбасс» Игорь Стрелков, «Разгрум карателей. Хроники сражений». Автор Михаил Поликарпов. Эту книгу просто надо читать. Это хроника. Я очень рад, что появляются хроники, которые просто записывают последовательно события с небольшим анализом. Но это как раз тот материал, который нужен для историков, для исследователей, чтобы они могли создавать действительно масштабные исторические полотна тех или иных событий. Здесь в подробностях расписывается все, в деталях. И есть небольшая аналитика. Михаил Аркадьевич Поликарпов, российский историк, писатель. После окончания исторического факультета МГУ уехал в Боснию, где принимал участие в боевых действиях на стороне СЕРВА в составе русского добровольческого отряда, автора ряда книг о русских добровольцах. И я считаю, что это очень качественный материал, потому что он основан на том информационном потоке, который был. Может быть, он не полон, может быть, он не до конца проработан. Тем не менее, это важно. Это важно иметь. Тут даже есть карты, фотографии, небольшое число, но тем не менее. Есть выдержки из информационных сообщений, из рассказов очевидцев. Это важный и очень качественный исторический материал. Я всем рекомендую прочесть. Битва за Донбасс. Игорь Стрелков. Разгром карателей хроники сражений. Ну, Игорь Стрелков здесь просто приплетен для того, чтобы на обложке было за что зацепиться глазу. Ну, и об обороне Славянска здесь достаточно подробно написано. С такой подробностью, которая необходима действительно историку и человеку, который заинтересован в том, чтобы знать правду, знать ее в подробностях. Будут и другие книги, их сопоставление. Это уже дело, наверное, историков. А наше дело с уважением относиться к вот таким литературным трудам, к таким хроникам, которые представил Михаил Поликарпов в своей книге «Битва за Донбасс». До будущих встреч, граждане, русские люди. Читайте книги. Читайте книги. Это наше духовное и интеллектуальное богатство. Слава России! КОНЕЦ